Здравствуйте, уважаемые коллеги. Насколько хорошо меня слышно? Если слышно не очень хорошо, то, пожалуйста, напишите, я тогда подключу наушники. Если слышно хорошо, на огонечек нажмите, пожалуйста, мы тогда проверим. Так. Хорошо, спасибо большое. Значит, будем продолжать наш вебинар. Еще раз немножечко повторюсь. Тема нашего сегодняшнего вебинара «Как научить ребенка рассуждать? Развиваем логическое мышление». Спасибо, все. Вижу, что слышно хорошо. Ну, немножечко по тому, как будет проходить наш сегодняшний вебинар, что я вам планирую, о чем рассказать. Сначала будет немножко теории. Почему я считаю теорию важным? Потому что мы должны понимать, что мы развиваем, откуда это у нас все идет и почему это важно. После чего там несколько упражнений, несколько элементов, которые помогут вам на разных занятиях, на разных уроках развивать логическое мышление. И маленький приятный бонус будет тем, кто останется с нами до конца. Ну, развитие логических суждений у школьников, мы сегодня по большей части поговорим о дошкольниках, которые собираются идти в школу, о младших школьниках и о школьниках, да? Развитие логических суждений у младших школьников в процессе освоения учебного материала в наше время приобретает большое значение, поскольку самостоятельность мысли сопутствует осознанности обучения и влияет на индивидуальное самоопределение ребенка. А иными словами, стали у нас изменились условия обучения, да, его характер и объем. А необходимо учитывать и то, что сейчас уже в школу мы с вами знаем, что приходят дети, обогащенные большим количеством знаний и навыков. Они неплохо представляют о себе такие явления, о которых мы с вами, наше поколение и понятия не имело, да? В ходе такая пресловутая шутка, да, что нынешние дети в два года умеют управлять смартфоном, планшетом, ноутбуком, да? А что мы делали в это время? Мы в этом возрасте ели песок. И мы знаем, что сейчас у детей идет большой поток информации, соответственно, чтобы ее структурировать, чтобы ее логически разложить, детям необходима правильная логическая мысль, да? Современные дети младшего возраста сегодня встречаются на каждом шагу с информационными технологиями, с децентрированным управлением. Увеличиваются темпы внедрения в жизнь новых устройств, которые заменяют людей, да? Это в наше время этого еще не было. Поколение, которое сейчас садится за парты, требует немножечко другого подхода, модифицированного педагогического подхода. Наши дети овладевают правилами логических игр и, применяя их, зачастую систематически обыгрывают взрослых, да? А сейчас мы видим, что ребенок, начиная играть в какую-либо игру, уже более адаптирован к этой игре, чем взрослый. Точно так же, как, допустим, научить пользоваться тем же самым ноутбуком, у нас ребенка намного проще, чем взрослого. И если говорить об образовании, то основной упор на развитие логики у нас отдается начальному образованию. Начальное образование должно сложить базовые основы общего умственного развития детей, которые создали бы условия для воспитания самостоятельно мыслящего, критично оценивающего свои действия человека, который бы мог сопоставлять, сравнивать, выдвигать несколько способов решения проблемы, выделять главное и делать обобщенные выводы, применять знания в нестандартных условиях. Все это очень важно в наше время. Почему? Потому что тот же самый интернет, он дает большое количество информации. Да, это хорошо, это неплохо, но, во-первых, а, не вся информация у нас верная, да, очень много ложной информации. А, и, б, эта информация может быть не структурирована, да, логически не разложена, что очень создает большую сложность в ее понимании. Именно поэтому логические приемы очень важны. Моя специфальная грамотность такого человека является овладение логическими приемами и операциями. Этот процесс начинается еще в детском саду. Освоение оперированиями является одним из важнейших условий, обеспечивающих качественный процесс обучения в начальной школе. Логические приемы и операции являются основными компонентами логического мышления, которые начинают интенсивно развиваться именно в младшем школьном возрасте. То есть наш младший школьный возраст является сенситивным периодом, да, для развития логических приемов и операций. В современном быстром меняющемся мире новых знаний, умений и навыков в первую очередь надо научить школьника учиться, то есть самостоятельно производить отбор информации и критически осмысливать ее, да, то есть критически реагировать на нее. У меня был педагог, который говорил, что я должен дать вам не готовые знания, да, а я должен вас научить учиться. И именно это является на данный момент, ну, таким вот, как бы, можно сказать, основным заданием нынешнего педагога, да, научить детей, то есть добывать и получать знания детей именно самостоятельно. Только тогда, когда человек умеет выявлять в предметах и явлениях их общие признаки, определять их логические структуры, находить правильную и рациональную последовательность операций, самостоятельно строить процесс рассуждения, логически и строго обосновывать и доказывать свое утверждение, только тогда мы можем говорить, что этот человек будет успешен, то есть он логически сможет доказать свою точку. Он считается так, да, выполняет творческие задания, учащийся анализирует условия, выделяет существенное в данной ситуации, соотносит данные и искомое, выделяет связи между ними. Решение нестандартных задач, потому что стандартными задачами нынешних детей, мы с вами все, педагоги, все понимаем, что заинтересовать практически невозможно, да, так вот, решение нестандартных задач повышает мотивацию к учебе, да, с этой целью применяются задания развивающего характера, да, но то, что применялось и у нас с вами, это кроссмонды, ребусы, головоломки, лабиринты, да, задачи на смекалку, задачи шутки, а сейчас очень популярно, а это квест-игры, да, когда несколько станций, и дети выполняют различные задания, во-первых, это движение, да, то, что наши дети, мы все знаем, не любят сидеть на месте, да, это движение плюс выполнение заданий, то есть таким образом мы тоже развиваем логическое мышление. В процессе использования этих упражнений на уроках и во внеклассных занятиях выявляется положительная динамика влияния этих упражнений, да. Процесс мыслительной деятельности у детей наиболее эффективен, если он будет не ситуативным, да, то есть от ситуации к ситуации, да, и если он будет использоваться в системе. Использование технологической модели, допустим, на русском языке, на уроках математики, на обучение грамотного описания и объектов, да, на уроках технологии, и своим вовлечением учащихся в познавательно-творческие конкурсы в процессе усвоения школьной программы, то есть регулярно применять на уроках и во внеклассных занятиях. Естественно, да, если это учитель начальных классов, ему сделать это проще, объединить это в систему, потому что он один, да, он один ведет класс, и практически все занятия ведет именно он. Поэтому сложности у учителя начального класса объединить все это воедино не составит. Умственное развитие проявляется в интеллектуальной сфере, в познавательных интересах и в отношении учащихся к учению, да. Если мы не сможем с вами заинтересовать ребенка, если ему будет неинтересно получать знания, да, то, естественно, должного результата мы не получим. В качестве показателей умственного развития могут служить следующее. Умение переносить приемы действий на учебную и неучебную деятельность. То есть мы должны с вами научить ребенка не только стандартным задачам, которые он видит у нас в книге, да, но и применять это на практике. Умение использовать логические приемы и операции, выбирать их, преобразовывать заданный материал при переносе приемов, да. То есть изменять его самостоятельно. Не так, что нам дали определенный план действий, да, и ребенок по этому плану действия начинает выполнять определенные задания. Нет. Мы должны научить ребенка выбирать правильный путь самостоятельно. В большей степени способствует этому продуктивная деятельность, которая связана с активной работой мышления и находится в выражении в таких мыслительных приемах, как одновременность, сравнение и обобщение. Наверное, все эти приемы нам известны, да. Это мыслительные приемы являются составной единицей операции или формулы логического мышления, да, понятия суждения и умозаключения. Мы знаем, что логика не дана человеку от рождения, ею он овладевает в процессе жизни и в процессе обучения, да. Одной из основных логических операций мышления является операция логического суждения. Ну, кратко, что же такое у нас суждение? Суждение — это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о существовании предметов, о наличии или отсутствии у них каких-либо свойств, о состоянии в виде деятельности или об отношениях между предметами, да. С педагогической точки зрения логическими суждениями можно считать такие, с помощью которых ребенок последовательно, обособленно излагает свои мысли, да. Не так, что у него идет поток непонятных мыслей, а это должно быть последовательно и обособленно. Так как суждение — это умственный акт, реализующий отношение говорящего к содержанию высказываемой мысли и связанное с убеждением или сомнением в его истинности или ложности, то развитие логических суждений требуется уделять особое внимание в организации учебного процесса, что владение этой операцией является необходимым условием успешного освоения материала. В современной начальной школе недостаточно уделяется внимания развитию логических суждений, да, как самостоятельного компонента, его включают во все другие, и особо не выделяют. В связи с этим, ну, на мой взгляд, учить детей логики суждений, доказать, сделать умозаключение, анализировать, сравнивать, обобщать — это очень важно. При целенаправленном обучении у учащихся развиваются умственные действия, логические приемы и операции. А как же организовать процесс обучения, чтобы достичь максимальной интенсивности развития мышления, да? Мы знаем, что Данил Борисович Эльконин, Василий Васильевич Давыдов делают основной акцент на сферу теоретических знаний, тем самым обеспечивали развитие у детей теоретического мышления. Это положение становится основополагающим в разработанном ими экспериментальном обучении младших школьников. Данил Борисович Эльконин полагал, что основным условием развития является определенное содержание знаний, осваиваемых у учащихся. С содержанием знаний, в свою очередь, связаны методы преподавания, да? И то, как мы формируем у ребенка те или иные способы действия, которые нужны для освоения понятий. В свою очередь, Василий Васильевич Давыдов подчеркивал, что этапы и темпы развития детского мышления зависят от организации обучения, прежде всего, от содержания учебных предметов, да? То есть определенному возрасту мы все с вами знаем, что мы должны подбирать определенную информацию, понятную для нашего ученика. Исследования показывают, что в процессе начального обучения эффективность подготовки детей к основному звену школы зависит и от сознания общего развития, включающего теоретическое мышление. То есть здесь теоретическое мышление мы не надвигаем на второй план. Важной стороной деятельности начального обучения является создание условий полноценного умственного развития детей. По, опять же, исследованиям опыт показывает, что ребенок, не овладевшим операциями и приемами мыслительной деятельности в начальных классах, в средней школе обычно переходит в ряд неуспевающих. Я говорила, да, что начальная школа это сенситивный период для получения знаний и для развития логических суждений. Таким образом, развитие логических суждений положительно влияет на качество усваиваемых знаний. Современному ученику нужно передать не столько информацию, как собрание уже готовых ответов, сколько метод их получения, анализ и прогнозирование развития, то есть формировать у учащегося общие логические мыслительные умения. Система развития логического мышления представляет собой целостное единство целевых процессуально-технологических организованных содержательных компонентов логической подготовки. Целью же выступает определенность, последовательность и доказательность, то есть у нас ребенок должен знать саму информацию, уметь излагать ее последовательно и сознательно это делать. Технология развития логического мышления представляет собой совокупность следующих форм работы. То, что можете вы использовать или какие-то части этих программ вы можете использовать. Сейчас я зачитаю, какие же программы можно использовать. Введение элементов логики в дошкольную математическую подготовку, это то, что касаемо дошкольников. Программа развития руководитель Вернер детства, это у нас Даронова Иванова, Радуга Соловьева и интеллектуальный тренинг Пономарева. Все это вы тоже можете использовать. Введение в школьный курс новых дополнительных дисциплин, в которых логические знания и умения выступают в качестве объекта специального формирования. Наши клади знаний это шахматы, развитие логического мышления. Здесь неоспоримо, что они являются таким целенаправленным, целью является развитие логического мышления. То, что интересно нашим нынешним детям, это, естественно, информационные технологии и программы, которые можно использовать, это информатика в выборах и задачах. Тоже очень интересно детям. Почему? Потому что цифровые технологии никто не отменял, и мы знаем, что не все дети могут увлечься шахматами, а точно так же, как и не все дети могут у нас увлекаться компьютерами. Здесь у нас есть альтернатива. Введение курса логики как самостоятельного учебного предмета. Если мы с вами вводим факультативы, факультативные курсы начала логики для первого класса, это мир логики и технология развития логического мышления Садовской. И введение элементов логики в изучение базовых предметов, особенно математики, как самостоятельной теоретической науки из всех изучаемых в школе. Науки, выстроенные в соответствии с логикой, а другое, в соответствии с логикой, поскольку может обеспечить всеобщую начальную логическую подготовку, ее органическую связь с предметом содержания школьных курсов и преемственность между начальной и средней школой. Но, опять же, оговорюсь, что математика у нас начинает приходить в жизнь ребенка в первом классе. Но развивать логическое мышление мы можем задолго до, то есть заранее мы можем это делать. для наибольшей эффективности организации логических подготовки школьников на уроке математики, допустим, должна строиться на следующих принципах. Неважно, математика это русский или какой-то другой предмет, должна быть органическая связь со специфическим, ну, допустим, если мы берем математику, то есть с математическим содержанием курса. Это не так, что мы какое-то знание дали вообще отключенное от данного предмета, да? Нет, оно должно быть вместе с этим курсом. Должна быть преемственность, допустим, между начальной и средней школой, между дошкольной и начальной школой, да? Постепенность, систематичность и формирование каждого умения, да? Отдельно. Изучение логических знаний может быть сконсцентрировано в одном месте начального курса математики. Оно проводится постепенно и систематично на материале различных тем программы, да? То есть мы отрабатываем это не на одной теме, а на нескольких темах. Постепенное повышение уровня абстрактности предлагаемого материала и способов оперирования ими, допустим, от действия предметами к оперативным моделями и словесными описаниями логических отношений. То есть сначала мы нашу логику развиваем на предметах, а потом переходим уже на абстракцию. Раскрытие общей значимости логических умений и действий, их незамисимости от конкретного содержания материала, умение осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из области, допустим, математических знаний, да, в другие. Это то, что я говорила, связь, непосредственная связь с жизнью. Практическое владение логическими умениями без использования специальной терминологии, без заучивания правил. То, что я говорила, что мы должны дать не теорию, да, а умение получать и умение добывать знания, но при этом знания у нас должны быть научными, да, принцип научности и доступность, то есть знания должны быть понятны нашему ребенку. Содержание логической подготовки младших школьников сейчас, минутку. Содержание логической подготовки младших школьников включает основные логические умения и соответствующие им мыслительные операции. Если говорить о начальной школе, да, наш сенситивный период, чем он должен закончиться? К концу обучения в начальной школе учащимся необходимо обладать следующими логическими знаниями и умениями, чтобы идти дальше в среднее звено и не переходить в состав отстающих, да, выделение признаков предметов и оперирование ими, да, то есть выделение признаков предметов, конкретных или абстрактных, сравнение двух и более предметов. Дети тоже должны это делать. Уметь выявить общие признаки свойства двух, трех и более предметов, выявить отличительные признаки двух, трех и более предметов, выявление свойства группы предметов, Подбор общего названия, собирательного имени для группы предметов, то есть объединив группу и дай ей название. Выявление лишнего предмета в данной группе, нахождение недостающего предмета в данной группе, сравнение групп предметов. Выявление закономерности расположения предметов в ряду или матрице, узнавание предметов по признакам, описание предметов по его признакам. Еще дети должны уметь классифицировать наши предметы, какая же может быть классификация. Словесная характеристика классов в готовой классификации, деление на классы по заданному основанию, отнесение объектов в классы, введение основания для самостоятельно проводимой классификации. То есть ребенок должен сам выбрать какое-либо качество, по которому он будет классифицировать те или иные предметы. И проверка результатов проведенной классификации. То есть после того, как ребенок у нас провел классификацию, он должен понимать, по каким критериям он сделал и как он сделал. Следующий вид – это понимание и правильное употребление логических слов. И, или все некоторые другие, да, это наша логическая система, да, здесь тоже ребенок должен хорошо уметь оперировать этими понятиями. Следующий момент – это определение, выделение признаков объекта, то есть ребенок должен опираться на какие-то признаки объекта, выделение характеристических совокупностей признаков, несколько признаков он должен выделить у этого объекта, описание объектов по их признакам, выделение родовидовых отношений, да, что из чего у нас происходит и что к чему как относится. Построение определений через род или видовое отличие по готовым наборам слов, да, простейшие умозаключения и доказательства, допустим, какие могут быть умозаключения по индукции, по инологии, то есть дедуктивные умозаключения, на основе свойств в отношении к инвалидности и порядка и по правилам заключения, отрицания и сиологизма, да, это то, что касаемо тех навыков, которые должны быть у ребенка на момент окончания начальной школы. Чем разнообразнее образовательная среда, тем легче раскрыть индивидуальность личности ученика, а затем направить и скорректировать развитие нашего школьника с учетом выявленных интересов, опираясь на его природную активность, да. Мы все знаем, что индивидуальность никто не отменял и, естественно, индивидуальный подход не отменял. Да, мне сейчас педагоги скажут, что у нас их 30 детей, и к каждому индивидуальный подход это невозможно. Но мы же тоже можем их классифицировать, эти индивидуальности, да, и обращаться именно не совсем к индивидуальному, но к группам, да. В младшем школьном возрасте, как показывает исследование, главное значение приобретает дальнейшее развитие мышления. В этот период совершается переход мышления нагляднообразного к словесно-логическому. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие именно теоретического мышления. В современных технологиях обучения в начальных классах, ориентированных на интеллектуальное воспитание личности, развитие логического мышления является одной из главных задач. На данный момент, к сожалению, не существует единой программы по осуществлению логической подготовки в течение всего срока обучения в начальной школе. Но логическая составляющая в той или иной степени представлена в программах всех авторских коллективов, да, на которые у нас сейчас представлены и которые разрешены к проведению. Причем каждый из них по-своему определяет содержательный аспект и последовательность формирования логических умений. Значительное место вопроса обучения логическим задачам уделял в своих работах Сухомлинский, да, суть его размышлений сводится к изучению, анализу процесса, решению детьми логических задач. При этом он опытным путем выявлял особенности мышления детей, да, то есть он не теоретически это все доказывал, о работе именно опытным путем. Я с вами читаю, что сердце даю детям в окружающем мире тысячи задач, их придумал народ, они живут в народном творчестве, как рассказы и загадки, да. Сухомлинский наблюдал за ходом мышления и наблюдения и подтвердил, что прежде всего надо научить детей охватывать мысленным взором ряд предметов, явлений, событий и осмысливать связь между ними. То есть опытным путем он говорил о том, как развивать мышление наших дошкольников и школьников. К началу младшего школьного возраста психическое развитие достигает достаточно высокого уровня, все психические процессы восприятия, память, мышление, воображение, речь уже прошли достаточно долгий путь. И на этой базе мы с вами можем строить уже логическое рассуждение. Эта связь не остается неизменной на протяжении всей своей жизни, да. И есть периоды, которые являются ведущими, да. Я уже сказала, что сенситивный период – это у нас с вами наш возраст начальной школы. Ну, давайте быстро я расскажу, чтобы долго не задерживаться. Напомню вам основные виды мышления, да. Это предметно-действенное или же наглядно-действенное, наглядно-образное и абстрактное – это наше словесно-логическое мышление. Ну, кратко, к словесно-логическому мышлению, да. Это наш последний, как бы, уровень мышления. Это мышление понятиями, лишёнными непосредственной наглядности, присущей восприятию и представлению. Переход к этой форме связан с изменением содержания мышления. Теперь это уже не конкретные представления, имеющие наглядную основу и отражающие внешние признаки предметов, а понятия, отражающие наиболее существенные свойства предметов и явлений, и соотношений между ними. Это новое содержание является в младшем школьном возрасте, задаётся содержанием ведущей деятельности, учебной деятельности, да. Ну, такая вот, ну, как бы, теория основная по мышлению. Я не буду её зачитывать, но она не настолько интересна. Давайте перейдём к именно тем операциям, которые необходимо развивать. Тоже немножечко кратко, потом перейдём к самим заданиям. Операция логического мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация. Да, анализ, как мыслительное действие предполагает разложение целого на части, выделение путём сравнения общего и частного, различение существенного и несущественного в предметах и явлениях. Овладение анализом начинается с умения ребёнка выделять в предметах и явлениях различные свойства и признаки. Как известно, любой предмет можно рассматривать с разных точек зрения. В зависимости от этого на первый план выступает та или иная черта свойств предмета. Умение выделять свойства даётся младшим школьникам с большим трудом. И это понятно, ведь конкретное мышление ребёнка должно проделывать сложную работу, абстрагирование свойств от предмета. Как правило, из бесконечного множества свойств какого-либо предмета классики могут выделить два-три, да? Но по мере развития детей, расширения их кругозора и знакомства с различными аспектами, такая способность, ну, безусловно, совершенствуется, да? Допустим, если мы спрашиваем у ребёнка дерево, какое оно, ребёнок может ответить, допустим, там максимум зелёное, да? И больше он не даст никаких характеристик, а оно может быть, там, высокое, да? И так далее. Соответственно, это идёт немножечко позже, да? Однако это не исключает необходимости специально учить младших школьников видеть в предметах и явлениях разные стороны и выделять множество свойств. Параллельно с овладением приёмов выделения свойств путём сравнения различных предметов, явлений, необходимо вводить в понятие общих, отличительных, частных, существенных и несущественных признаков. При этом используются такие операции мышления, как анализ, синтез, сравнение и обобщение, да? Такое небольшое упражнение, то, как, ну, помочь ребёнку добавлять больше свойств предмета, да? Мы даём ему слово и на домашнее задание предлагаем ему придумать 10 слов на отвечающих, ну, 10 прилагательных, отвечающих на вопрос какой, да? Какая может быть у нас улица, какая может быть у нас история. Таким образом у нас обогащается, а, наш словарный запас, и при этом мы анализируем то или иное свойство. Неумение выделять общее и существенное может серьёзно затруднить процесс обучения. В этом случае типичного материала, проведение математической, известный класс, выделение корня, да, в родственных словах, краткий выделение только главного пересказа текста, деление его на части, выбор заглавления от рыбка, да, умение выделять существенное способствует формированию другого умения отвлекаться от несущественных деталей. Это действие даётся младшим школьникам с не меньшим трудом, чем выделение существенного, да. В процессе обучения задание приобретает более сложный характер. В результате выделения отличительных общих признаков уже нескольких предметов дети пытаются разбить их на группы. Здесь необходима такая операция мышления, как классификация, да. Если мы говорим с вами о дошкольниках и начальной школе, да, необходимо классифицировать, используя на... Классификация у нас необходима на большинстве уроков, да, как при введении нового понятия, так и на этапе закрепления. В процессе классификации дети осуществляют анализ предложенной ситуации, выделяют в ней наиболее существенные компоненты, используя анализ и синтез и производят обобщение по каждой группе предметов, входящих в этот класс. В результате этого происходит классификация предметов по существенному признаку. Как видно из вышеизложенных фактов, да, все операции логического мышления тесно взаимосвязаны и их полноценное формирование возможно только в комплексе. То есть мы с вами классификацию не можем освоить без анализа, да, синтеза и обобщения. Основные логические умения, да, это анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация, выявление закономерности, определение, доказательство и опровержение. Поэтому технологическая модель по развитию мыслительной деятельности младших школьников должна развиваться через определенные блоки, да, аналитико-синтетические и сравнение и обобщение. В сравнение обобщение у нас входит установление закономерности и классификационные, то есть мы должны выделить закономерность и сделать классификацию. Ну, давайте перейдем непосредственно к самим заданиям, какие же задания мы можем с вами использовать и на каких уроках мы можем с вами это делать. Опять же повторюсь, что использование этих заданий или использование каких-то других заданий должно проходить в системе. То есть систематически. И не так от случая к случаю, то есть два раза там в год. Нет, это должно идти такой как бы ниточкой, сквозь все обучение наших школьников и дошкольников. На уроках русского языка аналитико-синтетический блок предполагает развитие умений мысленно расчленять предметы или явления на образующие его части, соединять отдельные элементы, части и признаки в единое целое. Анализ и синтез неразрывно связаны между собой в процессе познания. Допустим, с каждым из этих слов придумайте пару предложений так, чтобы слово в нем использовалось сначала в качестве одушевленного существительного, а затем неодушевленного. Допустим, полька, гусеница. Это может быть от трактора, гусеница от танка. Допустим, полька, ласка и старина. Здесь мы тоже можем использовать, как бы предлагать детям и помогать объяснять им смысл слов. Следующий блок, это у нас блок сравнения и обобщения. Строится на заданиях по выделению признаков предметов и оперирование ими, выяснение их различий и сходств, рассмотрение явлений и действий с разных сторон, для выделения их признаков, узнаванию объектов по их признакам и составлению их описания. Допустим, пишите из каждой группы, вы пишите из каждой группы лишнее слово, да, лес, леска, лесник, лесной. Естественно, здесь у нас ребенок должен догадаться, что леска, да, неважно, что у него начало слова точно такое же, но оно не подходит по смыслу. Или, допустим, зеленый позеленеть, зелье зеленка зелень, да, оно вот таким вот образом, да, мы исключаем лишнее понятие. А следующий блок, это у нас блок установления закономерностей, заключается в раскрытии и уточнении смысла логических слов. Допустим, все, некоторые, если то, да, это наши логические слова. А с помощью соответствующих предметных действий подробность в подборе синонимов к логическим словам и тренировке их правильного употребления в совершенствовании способности школьников приводить доказательства, формулировать суждения и проводить суждения, да, допустим, здесь мы должны выявить связи и закономерности, да, у нас лес 0, леса 1 и лесной 2. Следующий у нас классификационный блок. Сюда у нас включает в себя работу по подбору названия группы предметов, явлений, объединенных общим свойствам, группировки по их данному признаку, нахождение признаков, по которым произведена группировка, самостоятельно выбранному признаку для группировки, распознавание правильной группировки. Допустим, распределили слова на группы, да, белки, дупло, дерево, шишки, грибы, заяц, да, здесь ребенок должен у нас объяснить принцип выбранной классификации и поделить их. Следующее, что касаемо, это у нас русского языка, задания такие общие закончились, немножечко позже еще будут. Следующий момент — это урок математики. Они представляют уникальную возможность для развития мыслительной деятельности учащихся в процессе освоения учащимися нестандартных задач с основными понятиями математики. Нестандартные задачи, оставаясь одним из важных направлений по развитию мыслительной деятельности, вносят свою лепту в развитие интеллекта ребенка. А что же они делают? Повышают развитие логического мышления, вооружают их навыками решения нестандартных задач, значительно расширяют и углубляют знания о нестандартных задачах, да, формируют эмоциональную восприимчивость, формируют практическое умение по решению жизненных задач. То, что происходит в уроках литературного чтения, я немножечко позже расскажу, прям конкретно задание. На уроках литературного чтения почему у нас важны основные логические операции? Обучение способом грамотного описания и сравнению объектов, живых или рукотворных, позволяет развивать мыслительную деятельность учащихся. Сравнение, мыслительная операция, направленная на установление черт-сходства, черт-различия между объектами, наблюдение составленное из последовательных операций, которые, как и прочим, учебным навыкам надо учить, да, а здесь сравнению мы тоже учим детей. Так, сейчас минутку. Развитие мыслительной деятельности младших школьников способствует участию в внеклассных мероприятиях, да, мы все знаем с вами олимпиады, это кенгуру, медвежонок, да, кит и другие. Именно эти олимпиады способствуют развитию логического мышления. Очень часто родители говорят, что ребенок не силен в математике, да, поэтому он не может участвовать там в кенгуру, да, или в медвежонке в русском, да. Нет, это не так, потому что там идет не конкретно, а мы с вами знаем, да, задание русского или математики, там идет по большей части развитие нашего логического мышления. А какие же задания мы можем с вами давать на занятиях русского языка, да, тесты к занятиям по русскому языку? Ну, допустим, выявление общих понятий. У нас, допустим, сад дано, выявить общие слова, которые входят в общие понятия. Растение, забор, садовник, собака, земля, да. Либо же река, берег, рыба, рыболов, тина, вода, да. Сюда мы включаем те понятия, которые могут подходить под то или иное слово. Либо же город, да, здесь у нас автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед. Ну, прям конкретно я зачитывать до конца все 13 не буду, потому что, ну, я не вижу смысла, вы можете на слайде самостоятельно их почитать. Следующий, это у нас анализ отношений и понятий, да. Мы даем ребенку одно слово, допустим, школа. Обучение, как у нас школа относится к обучению. Ребенок должен проанализировать и выделить правильное, да. Допустим, больница – это доктор, лечение, больное, учреждение, да, и так далее. Здесь ребенок у нас должен, опять же, выделить и объяснить, как то или иное понятие относится к этому слову. Образцы грамотного сравнения объектов. Допустим, если мы пишем сочинение сравнения, что мы здесь делаем, что мы выделяем, да, и что важно дать при написании ребенку, что нужно объяснить, что он должен сделать. План сочинения – это общее толкование понятий, черты сходства и черты различия. Сравнение, допустим, рукотворных предметов может быть, ну, такой… Шуба и куртка – это верхняя одежда, да, шуба и куртка люди носят в холодную погоду, эта одежда согревает тело человека, предохраняет от простуды. Шуба и куртка похожа тем, что у них есть рукава, застежки и карманы. Это мы с вами. Первое, шуба и куртка – это верхняя одежда. Мы выделили с вами общее толкование понятий. Потом я зачитала вам черты сходства, да, то, чем похожи у нас шуба и куртка. И следующее – это черты различия, да. У шубы есть много различий. Шубу делают из меха, ее носят сильные морозы, куртки чаще всего делают из кожи или ткани и так далее, да. Вот таким вот образом – это один из вариантов, да. Следующий, допустим, волк и листа. Да, мы предлагаем детям сравнить двух животных. Общее выделяем – это лесные звери. И опять же, они хищники, питаются мясом. То, что общее у них черты сходства, да, мы находим. У них похожее строение тела. Есть четыре лапы, хвост, чуткие уши. Но здесь, опять же, мы с вами выделяем различия, да. Листу легко отличить от волка. Волк серого цвета, у лисы, извините, рыжий мех. Хвост у лисы более пушистый. Вот таким образом на уроках русского языка и на уроках литературного чтения мы предлагаем детям находить общее, находить черты сходства и находить черты различия. Следующее – это нахождение причинно-светственных связей. При помощи каких упражнений мы с вами можем это делать? Допустим, мы даем задание детям. Некоторые ученики нашей школы живут на улице Мичурина. Маша – ученица нашей школы, значит, она живет на улице Мичурина, да. Здесь мы должны провести «так ли это?» и доказать «так ли это?», потому что у нас дано понятие «как некоторые». Следующий момент. Все граждане Казахстана, допустим, имеют право на образование. Раимджанов гражданин Казахстана, значит, он имеет право на образование. Здесь мы должны выделить причинно-следственную связь и дать определение, истинное или ложное наше умозаключение. Допустим, все сочинения Александра Сергеевича Пушкина очень интересны. «Золотая рыба» очень интересна, значит, эту сказку написал Пушкин. «Так ли это?» И мы должны дать возможность ребенку доказать ту или иную точку зрения. А следующее – это у нас «исключение понятий». Здесь, допустим, мы должны найти лишнее. Неудача, поражение, провал, крах, волнение. Здесь, естественно, волнение лишнее, ребенок должен объяснить, почему. Или же успех, неудача, выигрыш, удача, спокойствие. Здесь, опять же, у нас ребенок должен выделить лишнее. А еще очень хорошо помогает развитие логического мышления нестандартная задача. Допустим, нестандартная задача по математике. Она может выглядеть вот таким вот образом. Удивительные числа. Здесь у нас данные числа 6, 10, 18, 34 и два вопросительных знака. Здесь ребенок должен увидеть изменение чисел, увидеть, на какое число у нас идет увеличение. Каждое новое число в последовательности увеличивается на число в два раза больше предыдущего увеличения. То есть на 4, 8, 16. А значит, дальше увеличение будет на 32 и 64. То есть пропущенные числа 66 и 130. Здесь должны найти логическую цепочку, логическую связь. Следующий момент – это дана звездочка. Вот таким вот образом она у нас нарисована. В левом углу у нас стоит вопросительный знак. И в вершинном звездочке числа увеличивается по направлению стрелки на 6, 8, 10. То есть каждое следующее увеличивается на два больше предыдущего. А значит, следующее увеличение на 12. То есть пропущенное число 44. Мы с вами видим 8, 14, 22, 32 и 44. А следующий момент – это я уже читала, да, сравнение рукотворных предметов, сравнение животных. Также еще вот есть сравнение литературных героев. Тоже не буду на них прям задерживаться, да. Следующее – это логическое упражнение «Информационный поиск». Допустим, мы даем детям такое задание, упражнение, как потерянный портфель. Это методика Дубровиной. Цель этой методики – научить извлекать как можно больше информации при рассмотрении объекта. А что у нас происходит? Учитель находит в коридоре учителя какого-то ученика или ученицы. Возможно, 5-6 класса дети пытаются вместе с учителем угадать, кому мог принадлежать этот портфель по косвенным признакам. Например, в портфеле лежит учебник физики за 6-й класс, а тетрадь без подписи с вырванными страницами в портфеле – футболка, зеркальце. Дети делают вывод, что портфель принадлежит не очень аккуратному человеку, хотя это всего девочка, так как и лежит у нас зеркальце. Учебник подсказывает, что учится этот человек в 6-м классе. Сегодня у них, возможно, есть физика и физкультура, так как в портфеле лежит футболка. Можно подойти к расписанию, узнать, у какого класса есть такие уроки и выяснить, кто из девочек потерял портфель. Следующая – это задача с неполным условием. Здесь у нас цель научить перечислять все возможные характеристики литературного героя, допустим, жанр литературного произведения, авторство, возраст, внешний вид, его привычки, черты характера, окружение, место обитания и другое. Выполняется как задача Донетка. Например, девочка играла с подружками и внезапно исчезла. Как ее звали? Снегурочка. Упражнение рекомендуется проводить уже в более старших классах, в третьих-четвертых, в качестве подготовительной работы для обучения умения давать характеристику литературному герою. Еще очень интересно для детей – это упражнение «Загадочное предложение». У нас здесь цель научить извлекать как можно больше информации при чтении какого-либо предложения. Допустим, «Цветок завял», мы предлагаем детям куклу. Что вы думаете по поводу этого момента? Расскажите, что вы поняли, какую информацию несут эти два слова. Допустим, возможно, дети заметят, что речь идет только об одном погибшем цветке, чтобы жить цветку нужна влага, возможно, он погиб от того, что его не поливали, цветку нужно тепло, он мог погибнуть от холода. За декоративными цветами обычно ухаживают люди, скорее всего, виноват человек и так далее. Следующее – это у нас различные задания. У нас просто остается совсем немного времени. Презентацию я сейчас открою для скачивания. Немножечко подзабыла. Вы ее тоже можете скачать. Это же задачи для решения, которые тоже могут вам помочь в дальнейшем. Еще очень интересные для развития логического мышления – это анаграммы. Когда у нас даны несколько букв, и из этих букв мы предлагаем детям составить слово. Допустим, мы с вами с первых трех букв можем составить слово «сок», а со второго там «дуб», «мир», «рим», «род» и так далее. «Тор», «сыр», «дым». Анаграммы тоже очень интересны детям. Допустим, следующее более усложненное задание. Здесь у нас дана анаграмма, и мы предлагаем проклассифицировать предметы и убрать лишнее. Допустим, стул, шкаф, кровать, стол. Ну вот, третье слово, извините, почему-то сейчас так сходу я себе не записала. Ложка. Естественно, ложка у нас с вами лишняя, так как мы классифицируем и убираем лишнее слово. И точно так же мы с вами можем классифицировать остальные столбики, которые мы с вами видим. Допустим, либо же найти общее. Точно так же нам дана анаграмма, и из этой анаграммы мы должны склассифицировать и назвать как-то одним словом. Или же объединив группу. Точно так же дана анаграмма, мы должны с вами объединить в группу то или иное действие. Так, ну, в общем, то, что я хотела дать по информации, я уже рассказала, да, практику я дала. И как я объясняла, смотрите, закономерность лес у нас без окончания, леса, окончание одна, буква, да, лесной, то есть у нас в окончании две буквы. То есть мы должны выявить закономерность, что у нас увеличивается количество букв в окончании. Наталья Викторовна, надеюсь, ответила на ваш вопрос. И, как я обещала, да, небольшим бонусом будет. Я сейчас в папочку в чат напишу свою личную почту, и кому будет необходимо, я вышлю прям конкретное пособие, потому что сегодня поменяла, к сожалению, технику, и не могу выслать вам для скачивания этот файл. Я отравлю на электронную почту файл именно с заданиями, которые вы непосредственно можете использовать. Задания больше предназначены для младших школьников, да, но и если их немножечко модифицировать, то для школьников их тоже можно использовать. Я сейчас напишу электронную почту, кому это действительно будет нужно, пожалуйста, напишите мне письмо, только в теме укажите, что задания для развития логики. Это в течение недели попытаюсь вам все выслать. Если какие-то вопросы есть, ну вот я жду несколько минуточек, пишу пока в этот момент вам адрес своей электронной почты. Если есть какие-то вопросы, я тоже готова буду ответить на них уже либо сейчас, либо по почте в частном порядке. А мы ждем пока Павла Юрьевича, что после завершения...